Чтоб там бок не прогнил, я его переворачиваю. Вот видите, немножко влага. Я его вытираю. Арбузы для Светланы Голуб, что дети, вдоволь получают и заботу, и уход. Каждое утро жительница Ивановки протирает бахчевые от утренней росы. Они боятся чрезмерной влаги. Этот и прочие нюансы выращивания полосатых пенсионерка узнала, когда трудилась в амурских полях. На своем подворье садит арбузы для себя и родни. Вот уже 12 ровно лет я этим занимаюсь. И, во-первых, я очень люблю арбузы. Сын очень любит. Я могу и ночью проснуться, пол арбуза отрезать, съесть. Нравится. И вообще люблю землю. Люблю. Вот посадили картошечку, и потом смотришь в окно, и как все красиво. Я даже любуюсь. В этом сезоне любоваться особо нечем, считает Светлана Евгеньевна. Из трех сортов не прижился лишь малыш. Вместо 150 запланированных плодов вырастет три десятка двух астраханских сортов. Погода подвела. Всегда контролирую погоду. Всегда у сына спрашиваю. Сама не умею пользоваться интернетом, хотя и планшет есть. Я соседке звоню. Ой, Светка, сегодня ночью там такой будет ветер штормовой. Защищать большую ягоду от ветра и дождя огородница рекомендует с первого дня посадки, в мае, в помощь пятилитровой бутылки. Ими нужно накрыть лунку, предварительно залив теплой водой. Посадила семя, засыпала его земелькой, бутылочку туда очень хорошо прям всунула. Земля-то мягкая, лунки набивала. Накрываю крышечкой. Благодаря мини-теплице семя прорастет за пять дней. Уже через пару месяцев на грядке будут красоваться арбузы. Размеры домашних покупным не уступят, а самое главное – никаких вредных добавок. Вообще арбуз – это очень полезно. Полезнее, чем помидоры. Вот, допустим, сейчас я болею, мне нельзя помидорки кушать. А арбуз промывает все. Промывает почки. Это очень хорошее мочегонное средство, между прочим. Даже полезно кушать арбузики. Вот так. Кристина Коширина, Денис Лугов. Программа «Город».